Донбасс Приветствую всех зрителей «Диалога с Донбассом». Команда проекта традиционно посетила несколько городов Донецка и Луганской областей и собрала вопросы, на которые я буду отвечать. Сегодня начнутся следующие темы. Уровень безработицы в стране бьет все рекорды. Но именно на Донбассе эта проблема ощущается наиболее остро. Давайте послушаем вопросы. Безработица. А как вы думаете, работы нет? Дорога, конечно, все. Все дорога. Работы нет, а все растет. Приехал с Киева, а вот ищу работу. Молодежь уезжает, работы нет. Работу найти просто нереально. Либо ларьки. Ну, как бы официально устроиться некуда. Молодежь ходит, ищет, ищет и уезжает в Польшу, в Германию, там, во всякие разные, в эмиграцию, короче говоря. Город мрет без работы. Это действительно проблема наиболее остро для Донбасса. Потому что зона конфликта, логистика, блокпосты, отсутствие внятной социально-экономической программы развития этих регионов, военно-гражданские администрации, они избранные депутаты. Вот все вместе, это усугубляет те проблемы, которые перед всей страной по безработице. Ну, и бездарное правительство, как вишенка на торте. Это мы для того, чтобы восстановить промышленность Донбасса, дать рабочие места. Должна быть государственная политика, государственная ответственность за этот регион. А в сегодняшней власти я этого не вижу. Я вижу, что они просто игнорируют проблемы людей, живущих на Донбассе. И только после смены власти, только тогда, когда уйдет эта опереточная власть, мы сможем восстановить промышленность, дать новый толчок реальному сектору экономики, предприятиям, заводам, фабрикам, чтобы они работали. Самое главное, конечно, это отношение государства. Государство должно опекать, заботиться и помогать, и открывать рабочие места. Отсутствие отопления в детских садах и проблемы со сферой культуры в Солидарии – это те проблемы, которые тоже беспокоят людей. Давайте послушаем. В Солидарии, например, в ромате до сих пор отопления не включили, дети в холодных садиках сидят. Вот 10-12 градусов, потому что нету проплаты, нету денег. В Солидарии, кто в культуре работает, ДК, они полмесяца сидели в бесплатных отпусках. Такая вот проблема тоже была. А требуют праздники, отчеты, это требуют. А сидите в бесплатном. К сожалению, не только в Солидарии такое. Проспали начало отопительного сезона, проворонили ситуацию с газом, с углем. Похватились, когда уже наступили холода. И, к сожалению, это по всей стране так. Но сейчас профессионализм этого правительства, точнее, непрофессионализм, он наиболее ярко появился, когда начался отопительный сезон. И он проходит в очень сложных условиях. Начинается в очень сложных условиях. Мы требуем, чтобы правительство ушло в отставку, потому что они, видим, не способны справиться ни с отоплением, ни с освещением. У нас реально, мы просто боимся уже за то, что может статься какая-то техногенная катастрофа в стране, из-за их балашманства, из-за того, что они не могут обеспечить обычное техническое задание, которое стояло всегда отопительный сезон. Он проходил всегда стабильно, они проходили, начинался вовремя. А вот эти вот не могут справиться. Ну, не могут они еще. Вот они как тычутся в разные стороны и не могут понять, что они делают. Мы им подсказываем, они не слушают. Мы говорим, давайте сделаем определенное движение, примем законы, которые позволят усреднить стоимость газа, дать возможность запустить угольную отрасль. Игнорируют и не делают. И вот пришли к тому, что вот сегодня отопительный сезон реально стал проблемой, что чего не было никогда. Только после смены власти, только после отставки этого правительства новое правительство способно будет справиться с этой ситуацией. Людей пугает отопительный сезон. Многие не уверены, что смогут оплатить счета за газ и тепло. Давайте послушаем вопрос. Вычитала, что на днях у нас должны включить отопление. Но вопрос, будет ли цена какая на газ? И вообще сможем ли мы оплачивать это? Коммуналка подорожает неизвестно. Пенсии не растут, ничего. Субсидии урезали. Ну вообще, как жить? Знаете, к сожалению, действительно, пришедшая власть обманула людей, когда обещали снизить коммунальные тарифы, а тарифы только растут. И вот этот отопительный сезон не исключение. Вот что происходит сегодня с отоплением. В прошлом году стоимость газа для теплокоммунэнерго, который вырабатывает тепло, и который дают его людям, составляла с доставкой 7 гривен. Сегодня на коммунальную сферу, на теплокоммунэнерго подписали меморандум правительства, там президент был, местные органы власти, распиарили все это, что дают по 13,5 гривен, плюс 2,5 доставка, это где-то 16 гривен. Вот было 7, стало 16. В себестоимости тепла 70% это стоимость газа. То есть, естественно, если растет так вот тариф, если растет такая стоимость газа, то либо будет повышено в два раза счета на тепло, что, собственно, сейчас уже все и делают, теплокоммунэнерго, либо местные органы власти должны компенсировать разницу из местного бюджета, а этих денег у них нет. И вот сегодня страна встала реально, люди, перед тем, что им в два раза повысит стоимость отопления. А субсидии в бюджете заложили столько же, сколько в прошлом году, там чуть-чуть больше. При том, что цена на газ взлетела в разы. И вот сегодняшняя ситуация, вот люди действительно могут получить тепло в два раза дороже, чем то, что они получали в прошлом году. И тогда была проблема, а сегодня это в два раза еще вырастет. Это абсолютно дикая история, которую проворонила сегодняшняя власть. Проспали, не смогли вовремя решить. И сегодня, к сожалению, действительно пытаются свалить все это проблемы на людей. И выход мы знаем, зарегистрирован в закон 61.69. Усредните цену газа, собственной добычи, импортного. Сделайте единую цену для людей, для коммуналки, для промышленности. Дайте эту цену, дайте больше субсидий в бюджете. Мы показали, где взять эти деньги, сколько их надо в новом проекте бюджета. Это замечание наше, дополнение есть. И выйдите из этого положения. Снова нет, мы там все контролируем, мы все знаем, а в итоге люди страдают. Абсолютно цинично, безответственно обманувшаяся в их избирателе власть. Пенсионеры одна из самых обиженных властью категории людей. Давайте послушаем, что их беспокоит. Работала у меня 38 лет в стаже, у меня 2200 пенсия. Проблема, бедность пенсионеров. Цены растут, цены на коммуналку выросли, транспорт подорожал, пенсионерам куда деваться и кто им поможет, Юрий Анатольевич. Такой у меня вопрос. Практически в каждом диалоге с Донбассом выходят люди, пенсионеры и задают практически одни и те же вопросы. Вот как прожить? У нас 600 тысяч пенсионеров в стране из 10 миллионов получают пенсию минимальную. Это 1723 гривны. И с такими ценами коммуналка, естественно, они не в состоянии оплачивать. Пенсионеры оказались действительно самые обиженные сегодняшней властью, хотя они обещали бороться с бедностью, поддержать их, не выполнили. И единственный вариант сегодня, как поддержать пенсионеров, это прекратить, снизить выплаты силовикам, заскончить войну, не держать такой военный бюджет. И эти деньги дать людям, чтобы они просто спокойно жили в старости, когда они всю жизнь, в молодости работали, восстанавливая, становя с колен эту страну. Поэтому это, конечно, самые обиженные люди. У меня душа болит за них, и мы действительно им будем помогать, как только придем к власти. Мы заставим, чтобы, сделаем так, чтобы эти люди почувствовали, что государство о них заботится. Это наш долг, это наша обязанность. Диалог предполагает не только вопросы, но и возможность высказать свое мнение о наболевшем. Давайте послушаем, что люди думают о современной политике и политиках. Политика, а потом уже все остальное. Ковид, нехватка денег. Столько всего обещали. Люди, как такие наивные, повелись на нашего голобородка. Ну, а в результате получили то, что наголосовали. Надо, чтобы вот там кто-то наверху пришел такой, который хоть о нас хоть чуть-чуть бы думал. Это тоже везде звучит вопрос этот, почему обманули политики, пришедшие к власти. Ведь они шли с лозунгами, действующий президент, вся его команда. Первый лозунг был принести мир. Критиковали Порошенко и правильно критиковали за то, что он использовал войну как технологию, не принес мир. Вот они обещали принести мир. Мира нет. Обещали снижение коммунальных тарифов. Мы только что слышали сюжеты. И это по всей стране. Тарифы только растут. Обещали борьбу с бедностью. В 2013 году было 20% людей за чертой бедности. Сегодня 50%. Причем это не наши данные. Это данные ООН. И вот это все вместе, обман людей, он привел к тому, что у них валится рейтинг. Они пытаются закрыть телеканал, они пытаются закрыть рот оппозиции, они пытаются задушить прессу, цензуру. А в итоге люди видят, кого они вообще выбрали. Они выбрали случайных людей, обманувших их. Естественно, людям обидно. И я понимаю обиду людей. Я думаю, что на следующие выборы люди должны сделать выводы. А выборы-то должны быть не очередные. Выборы надо делать быстро и перебирать парламент. Потому что основная беда идет с парламента, от действующего президента, от его этой команды. И перевыборы парламента это первое, что надо будет сделать, чтобы пришли депутаты, которые понимали, что надо, обещая людям, потом это все выполнить. Нынешние действия власти все дальше загоняют людей в Средневековье, делая простые вещи, настоящие роскоши. Давайте послушаем вопросы людей. У нас газа нет, у нас дрова, потому что газ нам не выгоден. Мы просто не сможем его платить. Ну, по отоплению, во-первых, большие цены. Очень большие цены. Пенсионеры, разве могут заплатить такую сумму большую? Все помнят обещание сделать державу в смартфоне. Диджитализация, электронная цифровая экономика. Мы сколько наслушались от сегодняшней власти. Все это хорошо, мы все за. Только при чем при этом надо переходить на отопление дровами, отказавшись от газа, что является, в общем-то, цивилизацией. Нельзя, отказавшись от цивилизации, идти и делать что-то полезное вперед. Хотя бы сделать так, чтобы было не хуже. А сегодняшняя газ, сегодняшняя электронерия, сегодняшняя тарифа, они просто людей выбрасывают из цивилизации. Они заставляют их готовить на дровах уже, отапливать на дровах. Так, прошлый век, и, в общем-то, это абсолютно тупиковый путь. Поэтому надо сначала обеспечить порядок, дать возможным людям цивилизованно жить, а потом идти вперед. И что надо делать, и никто против этого не выступает. Но перед этим нельзя забирать то, к чему люди привыкли уже. Война по-прежнему вопрос номер один для жителей не только Донбасса, но и всей страны. Давайте послушаем. В Украине большая проблема – это война. Когда закончится война, они не хотят ее заканчивать, им это выгодно. Самое главное, чтобы был мир у нас. И чтобы у нас вот эта вот область, Донецкая, Луганская, как-то уже определились в конце концов. Правильно сказал женщина. Они не хотят ее заканчивать, оно им выгодно. В прошлой власти была выгодна война, они торговали на ней, там, электорацию мобилизовали, там, использовали технологию. Эти пришли под лозунгом «принесем мир», делают то же самое. И я не вижу политической воли в сегодняшней власти вообще остановить войну, договориться, перестать стрелять, вернуть людей территории Донбасса, восстановить территориальную целостность страны. Одна болтовня, одни заявления, какие-то там громкие обвинения. Толку нет никакого. И я думаю, что они уже не изменятся. Они не смогут выполнить это обещание перед избирателями. И только после смены этой власти мы сможем принести мир в страну. Поэтому надо как можно быстрее переизбирать парламент, действующего президента, вводить новую власть. И мы будем делать все, чтобы эти внеочередные выборы состоялись как можно скорее. Только тогда страна может ожить от этого сплошного 95-го квартала, всех этих зрелищ, которых людей не накормишь. А в это время действительно стрельба и угибнут люди. Спасибо всем зрителям и участникам диалога. Вместе возродим Донбасс и вернем всем жителям право на достойную жизнь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова